В этом видео я расскажу, что такое индивидуальный контроль и зачем это нужно. Тренеры всего мира давно уже поняли, что индивидуализация в тренировках это самое крутое, что может быть. Но есть нюанс. Дорого. И если бы у каждого тренера было бы по одному клиенту, ну может быть по 2-3, ну 10 это максимум, то работу он выполнял бы идеально. Если же их десятки, то уже идет некое распыление. То есть сложно вникнуть в детали образа жизни, в психотип человека, в возраст болезни. Вот много-много таких мелочей есть, в которые нужно вникать. И если работа, если мы не вникаем в эти детальки и ведется работа, скажем так, шаблонно-поверхностно, яркий пример это школа, то есть есть один физкультурник и за ним закреплено 300 детей. Вот что можно сделать, если у тебя 300 детей и у тебя на каждого очень мало времени. То есть да, можно сделать довольно многое. Можно разделить их на группы, на подгруппы, по там сильные, слабые, там любят подвижные игры, хотят этого, хотят этого, там здоровые, не очень и так далее. И каждому дать что-то свое и это уже будет. Я почему об этом говорю, потому что тема моей магистрская как раз таки с этим связана. То есть я разделял студенток по их сильным сторонам, тренировали мы эти сильные стороны по предпочтениям и получались очень такие крутые результаты. Это первое. Второе. То есть человеку нравится то, чем он занимается, поэтому он занимается. Но это, так скажем, полуиндивидуальная работа. Если же говорить о индивидуальном взаимодействии с клиентом, то нужно тратить много сил, средств и усилий. Поэтому человечество не дойдет до этого никогда, чтобы каждый человек мог позволить себе индивидуального тренера, персонального тренера, скажем так, более привычный термин. Почему? Потому что поручить роботу контролировать человека, ну это такое себе. Можно, конечно, убедить среднеэстетического чайника, что есть какая-то программа, есть какой-то особый софт, есть какие-то мерители пульса и тому подобное. И исходя из этого, уникальная уникальность, подстраиваться под вас, какой-то искусственный интеллект. На самом деле этого всего нет. Это то, что роботизировать человек не сможет еще очень долго. Максимум, ну может быть, когда человека научатся клонировать или клонировать отдельные части его мозгов, и тогда вот кусок мозга какого-то конкретного специалиста будет закреплен за каждым человеком, желающим вести здоровье жизни. И это, возможно, будет довольно-таки дешево, и позволить себе смогут все. Но почему не смогут себе позволить это все? Потому что, ну вот, если, условно говоря, вот берем страну с 50-миллионным населением, то есть 1 миллион фитнес-тренеров должен быть, ну хотя бы половинка, ну как бы вообще не вариант. Вот поэтому индивидуальные тренировки, качественные индивидуальные тренировки могут позволить себе далеко не все. То есть те индивидуальные тренировки, которые мы видим в фитнес-клубах, это пародия, которая держится на некомпетентности обывателя. То есть это не тренеры, это инструкторы. Большинство людей не видят разницы между тренерами и инструкторами. Инструктор – это тот, кто подает блины и знает, как делать то или иное упражнение. То есть инструктор – это человек, который может контролировать то, что внедрил тренер. Подготовить инструктора – это от двух недель. Подготовить тренера – это от четырех лет. То есть разница очень-очень большая. Фитнес-клубы пользуются тем, что среднестатистический обыватель не видит разницы между тренером и инструктором. То есть одно и то же. Даже инструктор кажется многим даже престижнее, чем тренер. И поэтому продается такая иллюзия качества услуг. На самом деле этот бедный фитнес-тренер, который работает за хлеб и воду – это реальность нашей отрасли. То есть большинство фитнес-тренеров работают просто за хлеб и воду. Потому что огромная конкуренция. Многие молодые люди намечтали себе в юности, что вот я буду фитнес-тренером, я буду рубить бабло, у меня будут сексапильные дамы. И я такой буду классный, меня все будут хотеть. И я буду такой вот сюда. То есть многие поверили в эту мечту, поперлись туда, а там как-то не очень. И фитнес-клубы, видя эту конкуренцию, они ставят их в такие условия, что вот эти люди работают за хлеб и воду. Ну и если у тебя рабочий график 6 дней в неделю, ты проводишь по 5 и более персоналов в сутки, то какая там индивидуализация, какие там программы тренировок. То есть листать методички, вникать в нюансы с болезнями, кому можно эти нагрузки, кому нельзя. Ну нет на это времени, это первое. Второе – нет квалификации. Расти и развиваться в этих условиях просто невозможно. Потому что если ты с утра до ночи вкалываешь, то мозг что-то новое, ну очень сложно запоминает. Тем, кто пробовал работать по 10 и более часов в сутки, это прекрасно знают. Поэтому в фитнес-клубах, как правило, это иллюзия. Ну скажем так, в большинстве случаев, возможно, есть некие исключения. Есть фитнес-клубы, где все держится на энтузиазме хозяина, который несет свет в мир и хочет, вот сказал, вот все, в моем клубе будет все как надо. Но это редкость. Если вам повезло таких встретить, то это, конечно, очень круто. Но в большинстве своем такого нет. И что мы видим в фитнес-клубах? Молодые люди просто пытаются, ну и фитнес-клубы пытаются как-то продать эти услуги, там, жонглируя этими упражнениями, меняя их, рассказывая байки. О необходимости следить за мелчайшими деталями в технике. Ну вот такое вот все. А реально все, что делают там? Хардкорят, едят обезжиренную еду. А вот если человек пришел с какой-то болезнью, довольно-таки часто бывает, когда у человека близорукость либо другие нарушения со зрением. Человек приходит, ему дают стандартный набор упражнений, он хардкорит и зрение сильно падает. То есть реально можно слепнуть. Инструктор этого не заметит, потому что его этому не учили. Тренер это заметит, потому что его этому учили. И вот, скажем так, работая на длинных дистанциях, есть много таких мелочей. Зачем я создал эту услугу? То есть для того, чтобы люди, которые хотят достигнуть очень классных результатов по своему физическому развитию, были под моим контролем и достигали этих классных результатов. Потому что на длинных дистанциях можно заметить много тонких деталей и вовремя их повнедрять. Есть множество пищевых добавок. И сразу, то есть если зашел ко мне человек, вот напишите мне недовольную программу тренировки питания. Да, я могу ему написать, подстроиться под него по максимуму. Но опять же, он получит то, зачем пришел, скинет лишний вес, подкачает мышцы, будет лучше здоровья и все такое. Но для того, чтобы достигнуть, скажем так, генетического максимума и опять же можно накапливать здоровье, можно повышать свой потенциал. Для этого нужно учитывать много тонкостей, которые постоянно меняются. Элементарно учитывая гормональный фон, можно достигнуть многого, вовремя добавляя нужные биодобавки, работая с микрофлорой кишечника, следя за метаболизмом. Даже просто, если вы приучены постоянно делать отчеты, каждый день отчитываться, что сделано, что не сделано. И указывайте свое самочувствие, самочувствие утром, самочувствие вечером, я это замечаю. Дальше делаю вам короткий опрос, что у вас случилось, или стресс, или у вас поменялся образ жизни, или может быть какая-то болезнь появилась. То есть вовремя вносить нужные изменения, это уже очень-очень важно. И это повышает ваш потенциал и помогает вам не вылететь из тренировочного процесса. Потому что обычно как? Все же начинают тренироваться, когда зашкаливающая мотивация. Потом у вас в жизни какой-то форс-мажор букет, ремонт, развод, рождение детей, что-то там на работе, какая-то тряска, повышение по службе у вас появилось, много дел. И все такие сразу, я сейчас вот-вот разберусь со своими делами и вот потом приступлю. Да, конечно. Вот это как раз-таки в такие моменты накрывается метным тазиком все, что связано со здоровым образом жизни. Выходить нужно из того, что есть всегда. Если у вас жесткий график, вам кажется, что у вас нет времени, у вас есть время, и всегда можно найти время. Можно тренироваться дома, можно закупить домой нужный инвентарь. и то есть если пробовать на своих шишках это все набивать, то плюс вы там то устали, то у вас нет времени это все продумать, проанализировать, изучить, какой инвентарь нужен, какой не нужен. То есть я вам сразу говорю, что и как делать, чтобы было все как надо. Потому что через меня прошло уже больше трех тысяч клиентов за 10 лет. У меня в жизни много чего поменялось. Я много раз переезжал. Я знаю, что такое образ жизни предпринимателя. Я знаю, что такое образ жизни офисного планктона. Я знаю, что такое работать на удаленке. То есть много чего было. И из всех таких историй я находил выходы, плюс следил за своими клиентами, помогал им выходить. Поэтому есть решение на все случаи жизни. А если нет такого решения, то мы включимся и сделаем его вместе с вами. Как я уже сказал, тренеры всего мира знают, что индивидуализация это очень классно. Но вот нужно много времени на каждого человека тратить. И, конечно, если я вел бы одного клиента, какого-то олигарха, который воплотил мне 100 тысяч долларов в месяц, то, в принципе, я мог бы не напрягаться. Я бы знал бы все о нем и мог бы отслеживать лишнее его сердцебиение, внося нужные изменения вовремя. Но поскольку это не так, то нужно под это подстраиваться. Я разработал собственную CRM-систему, которая позволяет контролировать довольно-таки много людей. Не скажу, сколько у меня их. Ни много, ни мало. Количество это постоянно меняется, потому что со временем я могу контролировать все больше и больше количество людей. Опять же, контроль у меня поделен на три уровня. То есть, есть уровень, когда я проверяю каждый ваш прием пищи. Каждый день. Есть уровень, когда я проверяю вас раз в неделю. Есть другие уровни. Еще будут разрабатываться, добавляться новые уровни. То есть, уже лично мы смотрим. То есть, если у вас уже наработан довольно-таки хороший уровень самодисциплины, то необязательно смотреть в каждой прием пищи. Можно там раз в неделю. То есть, ну и если у вас проблемы с дисциплиной, то, соответственно, мы повышаем уровень контроля. Ну и в зависимости от выбранного уровня контроля, в CRM-систему я вношу данные, то есть оценки. И по итогу мы уже видим средний балл, какой у вас есть. Вот эта штука, которую я внедрил, она просто бесценна. Я начал ее отрабатывать на своих курсах. То есть, курсы по правильному питанию, по похудению, очистке организма и другие темы. Если просто человеку дать пачку заданий, то он останется один на один с этими заданиями, видеоуроками и так ничего не достигнет. Если он каждый день присылает домашнее задание, что сделано, что не сделано, я ему ставлю оценку, то мы видим реальную картину. То есть, часто бывает так, что человек думает, вот я там узнаю какие-то мудрые мудрости и буду сам себе делать когда-нибудь. У меня вырастет уровень самодисциплины, прям вот будет зашкаливать и все будет хорошо. На самом же деле, потом люди довольно часто себе врут. Там, где вы провели три тренировки из девяти положенных, вам кажется, что вы пропустили всего лишь две, а семь сделали. На самом деле все наоборот и вот эти ловушки и потом вы задаете вопрос себе и мне, а почему у меня нет результата? Да вот поэтому. И вот ведя контроль, мы это все видим и я могу четко вам сказать, где ошибка, что нужно подправить. Ну, мы это замечаем сразу и исправляем те ошибки, которые есть. Дальше. Есть люди, которые думают, что тренер создан для того, чтобы мотивировать. Нет, тренер не создан для того, чтобы мотивировать. И когда мне говорят, вот Михаил, вы меня замотивировали, спасибо. Ну, приятно, конечно, да, но мне приятнее, намного приятнее, когда меня хвалят за мои профессиональные качества, что я вот разрулил какую-то историю, я сделал классную программу, которая сработала, там мои курсы дали классный результат. Можно ли замотивировать вот вахтера, чтобы он стал там каким-то крутым владельцем какого-то бизнеса? Да нельзя. Да сколько ты над ним не стои, ничего не получится, если он сам не хочет. Поэтому мотивировать вы должны себя сами. Если я вас замотивировал, поверьте, это случайность. Мне приятно, спасибо, но вы должны уметь мотивировать себя сами. И если вы не мотивированы, то эта услуга вам не поможет. Не тратьте деньги зря. Я ее создал не для того, чтобы вытянуть побольше денег из своих клиентов. Она создана для того, чтобы помочь человеку решить его проблему. То есть, есть люди, то есть, они хотят, они борются с собой, у них проблемы с дисциплиной, и они понимают, что вот такой контроль им помогает. Окей, это нормальная история. Есть люди, которые хотят выжать максимум из своего потенциала, там, по максимуму накачаться. Окей, это нормально. Есть люди, которые всю жизнь худеют, и вот, ну, не получается. Пробовали диеты, там, срывались. То есть, в данном случае есть контроль, есть конструктивное управление процессами, то есть, если есть какие-то трудности, вас где-то ломает, вы не можете есть это, вы не можете это тренироваться, так, или вот лень вам идти в зал. То есть, мы подстраиваемся по максимуму, чтобы вы поменьше тратили силы воли. Но, если вы вообще не хотите, вот, вот, ну, не можете вы себе заставить принять даже один прием пищи правильный в день и провести хотя бы две тренировки в неделю, то, ну, как бы, смысла взаимодействовать с вами нет, потому что, ну, я могу, конечно, напомнить, там, один раз, два, три, но постоянно, каждый раз уговаривать вас, ну, пожалуйста, ну, сделайте то, что, ну, даже если я буду так делать, все равно это работать не будет, потому что это уже пройденный этап. С учетом того, что у меня есть своя церковь система, у меня уже отработаны навыки по контролю, я знаю, какие ключевые моменты нужно контролировать, и вы получаете качественные услуги, я, соответственно, радуюсь тому, что я принял участие в вашей жизни, и вы поменяли себя. Вот, значит, подробно о том, что это за услуга, какие есть уровни контроля расписано на этой странице, на данный момент их три, когда я записываю это видео, их, конечно же, будет больше, потому что я не стою на месте, их постоянно дорабатываю. Если у вас остались вопросы, то, конечно же, задавайте. Спасибо за внимание.